Недавно произошли исследования, которые утверждают, что музыка, как джаз, очень сильно при определенных обстоятельствах напоминает работу мозга. Если рассматривать музыкальный формат музыки джаз и работу мозга в виде вибраций, то очень похоже. Это свобода. И то, и то является свободой. Когда мозги работают в состоянии свободы, они производят вибрацию, равную какому-то определенному сочетанию звуков. Эти звуки при определенном, если, допустим, поставить ноты и сыграть это, то это получится джаз. И вот это открытие, случайное, лишь подтвердило мысль о том, почему я занимаюсь джазом. Потому что я знаю, что джаз – это музыка для умных. Это музыка для людей, которые заставляют напрягать свои мозги в момент, когда они слушают другого человека, мозги которого более закручены в этом. Он профессиональный человек. Он играет эту музыку настолько профессионально, зная, что он делает. Поэтому энергия, которую она дает в зал, она должна совпадать с той самой вибрацией того человека. А если она не совпадает, она перестраивает сознание этого человека. И когда он выходит, дворник, после джазового концерта, он уже не дворник. Он уже другой человек, потому что у него поменялась его энергетическая внутренняя вибрация. Он начинает думать о музыке, которую он услышал. До этого он этого не думал. Когда мне говорят о том, что музыка, музыка – это вот, да, у музыки есть удивительные свойства, которые могут… А, это всего лишь музыкальная вибрация. Просто сотрясение определенных звуков. Но она настолько влияет на человека, и она настолько вызывает в нем эмоциональное состояние потрясения. Ведь что такое? Чего, в общем-то, и я пытаюсь добиваться, да? Я пытаюсь добиваться потрясения. Почему я привожу в Краснодар музыкантов определенного уровня? Потому что я знаю, что эти люди при определенной культуре обстоятельств, в силу своего таланта, они могут человека, который дворник, заставить плакать. Дворник потом в шоке выходит и говорит, мама дорогая, что это было? Это что, джаз? Вау, круто.